Ну что, помолимся? Ну что, помолимся? Мы помним, что не Маше придумал это, не народ придумал скинию строить, а когда Маше взошел второй раз на гору, после греха Золотого Тельца, после разбития первых скрижалей, которые он получил, он взошел на гору и все то время, что он там находился, что Господь ему показывал и рассказывал устройство скинии, и воля Всевышнего была в том, чтобы на земле была воспроизведена в точности, в деталях, та скиния, которую Маше показал Господь на горе. Насколько было важно для этого, это для Господа. Вообще, вспомним, для чего нужна была скиния. Сам Господь говорит, и построят мне шатер, построят мне скинию, и буду обитать среди вас. То есть цель строительства скинии в среде израильского народа, в пустыне, было обитание Бога среди своего народа. И это очень важно. Это важно, во-первых, потому что сам Господь желает обитать среди нас. А теперь я хотел бы просто несколько мест процитировать из этих недельных глав и показать это, скажем так, с нашей современной точки зрения. Значит, исход, 38 глава, 22-23 стих. «Делал же все, что повелел Господь Моисею, Бецалель, сын Урии, сын Ора, из колена Иудина, и с ним Агаляв, сын Ахисамахов, из колена Данова». Сразу обращаю внимание по ходу на определенные идеи, которые здесь присутствуют. Господь повелел Моше, а исполнял это, или из дальнейшего текста видно было, что назначены главными исполнителями и, скажем так, управляющими над всеми, кто участвовал в строительстве скинии, были Бецалель и Агаляв. Вопрос, слышали ли, видели ли что-то об устройстве скинии вот эти два человека? Или это было показано только Моше? Только Моше. Ни Бецалель, ни Агаляв этого не видели, не слышали. Именно Моше передал им то откровение, которое он получил на горе. Дальше. Исход 39 глава, 32 стих. «Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моше, так и сделали». Здесь мы видим, что, собственно, не только те два человека, Бецалель и Агаляв, делали все необходимое для устройства скинии. В этом был задействован весь Израиль, все сыны Израилевы. Вопрос, а они слышали что-то об устройстве скинии? Мы здесь видим все-таки определенную иерархию. Моше получает откровение, делится этим с Бецалелем и Агалявом, которые, в свою очередь, рассказывают тем израильтянам, которые изъявили желание поучаствовать в строительстве скинии, а участвовал, как мы видим из этих двух недельных глав, весь народ, и мужчины, и женщины. Дальше. Исход 39 глава, 42-43 стих. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей». Что отсюда из этих стихов мы можем увидеть? Израиль исполнил работы, которые Бог повелел Моше, или, скажем, через Моше повелел всему Израилю. Израиль исполнил, и исполнил он не так, как ему представлялось. То есть я хочу просто показать некоторые моменты. Писание говорит, что Бецалель и Агаляв, они были наделены сверхъестественными способностями от Бога. На них был Дух Божий, который наделял их мудростью, ведением, разумением для того, чтобы все сделать именно так, как повелел Господь. Откуда все дары? Откуда все таланты? Откуда гении появляются в нашем мире? «Всякий дар небесный и совершенный приходит от Отца Светов», так говорит Писание. И есть в этом мире люди, имеющие дар, и говорящие «вот теперь я прославлюсь». Или, скажем так, они выполняют какую-то работу на благо общества, но они обижаются, когда о них не говорят. То есть то, что их дар послужил к пользе народа, их не радует. Их радует только, когда их имя прославляется. Здесь же, смотрите, какая интересная картина. Народ выполняет, Бецалель и Акалиаф руководят этим процессом. Маше изначально передает им откровение, как все должно быть устроено. И, собственно, это становится достоянием всего народа. Тора даровано народу, завет заключен с народом. Скиния построена народом. Хотя отдельные личности выполняли какие-то особенные и важные функции в этом. Без их участия могло бы не состояться так, как должно быть. И очень важный момент. Все должно было быть сделано именно так, как повелел Господь. Я напомню одно место в Таразаконии 12.8. «Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, что ему кажется правильным». И это место говорит о том, что Израиль в земле, которую Бог дарует ему, должен быть послушным Богу и руководствоваться Торой, а не своим представлением о том, как должна быть устроена жизнь в Израиле. То есть очень важный момент. Бог дает нам Тору как определенный штурвал, как определенный компас, как карту, в соответствии с которой мы должны двигаться к его целям, его путями, а не своими представлениями об этом. Это очень важно. И еще важный момент. Когда Маше принял работу, написано, что он удостоверился, что сделано все так, как ему было показано на горе, и как он передал это народу. И написано, что благословил их Маше. Как вы думаете, всегда ли благословения, сказанные в наш адрес, исполняются в нашей жизни? От чего-то это зависит или это безусловно? Вы знаете, весь Израиль получал благословение в пустыне, а весь ли Израиль дошел до земле обетованной, а весь Израиль был реально благословен. То есть смотрите, от нашего послушания и от нашей исполнительности зависит, исполнится ли благословение или нет. Дальше. К чему я это все говорю? Значит, Писание говорит, это Ефесянам 2 глава, 19-22 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Мы соединяемся вместе, Духом Божьим объединяемся в то святилище, в котором Бог желает обитать. Есть еще одно место интересное. 1 Петра 2, 4, 5. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Ишо Мессии». Смотрите, мы – соработники у Бога, и мы должны знать, чего Он хочет и как Он хочет, чтобы мы достигали тех или иных путей. И для того, чтобы благословение, которое Он произносит в нашей жизни, исполнилось в нас и на нас, необходимо соблюсти определенные условия. Как это применить к нашей конкретно жизни? Поскольку мы сотрудники у Бога, мы должны понимать, что у Него есть определенный порядок. И скажем, в нашей общине есть семья, на которую Бог возложил ответственность за эту общину. То есть можно провести некую параллель. Моше и семья свянтыков. Вы согласны с этим? Согласны, нет? Ну, не согласна только семья свянтыков. Не хотят брать такую ответственность. Но я хочу сказать следующее, что благодаря тому, что эти люди когда-то откликнулись на Божий призыв, как Моше откликнулся, эта община здесь сейчас существует. И Бог периодически что-то показывает для нашей общины, как когда-то показывал Моше. И народ, заметьте, народ ничего не слышал, но, доверяя Богу, доверял Моше. И народ исполнял все так, делали это не как для Моше, делали это как для Господа. И мы видим, что приносили с избытком, трудились с радостью. И, собственно говоря, это было повелением. Нужно обратить внимание, что в недельной главе Трума говорится о том, что люди должны были добровольно приносить. Здесь говорится о повелении. Но повеление было исполнено с радостью. И в конечном итоге Моше произнес благословение над народом. Вы в курсе, что, Валентин Романович, каждое служение завершает благословением? Вы хотите, чтобы это благословение в вашей жизни таки было благословением? У меня вопрос, что для этого нужно сделать? Нужно быть послушным Богу и доверять Богу, доверяя тем людям, которых Бог поставил для служения нам. И тогда благословения, которые Бог имеет для нас, станут для нас реальностью. На самом деле все очень просто. Понимать, что от каждого из нас зависит благословение общины. И если кто-то на своем месте скажет, пускай они сделают, от меня не убудет, не прибудет. Я не так много значу. На самом деле каждый человек значим для Бога. И каждый из нас должен внести свою цену. Помните, как в этой песне о великой победе? И значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Очень замечательные слова. Победа всегда зависит от вклада каждого из нас. И каждый из нас важен, ценен, необходим для Царства Божьего. И не будет полноты, если кто-то, извините, отморозится. Поэтому давайте мы будем действительно гореть для Господа и следовать в точности тому пути, который Он нам открывает через Писание. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok